Севастопольское информационное бюро первые новости города. В студии Михаил Журавский. Здравствуйте! В Севастополе, по данным на утро 3 декабря, зафиксировано 72 новых случаев заражения коронавирусом. В пресс-службе правительства города добавили возраст заболевших от 5 до 90 лет. Скончались трое. Двое мужчин 74 и 79 лет, а также 73-летняя женщина. Всего с начала года в нашем городе обнаружено 4549 инфицированных, 4101 человек выздоровел, из которых 101 за минувшие сутки, 129 умерли. На сегодняшний день в стационарах находятся 143 пациента, в пансионате Изумруд – 102, на амбулаторном лечении – 150. Под наблюдением остаются 540 человек. Это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден. Еще 244 новых случая зарегистрировано в соседнем Крыму. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Сергей Аксенов. Он пояснил, всего 10 из них протекают бессимптомно. 179 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, написал глава республики. С начала пандемии в Крыму коронавирус подтвержден у 16 063 человек, 12 224 из которых уже выздоровели. Число смертей в среду превысило три сотни. Зафиксировано 8 новых летальных исходов. Таким образом, в соседнем регионе скончались уже 307 пациентов с COVID-19. Травматологическое отделение Севастопольской первой городской больницы переоборудовано под инфекционный госпиталь для коронавирусных зараженных. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения правительства города Виталий Денисов. Он отметил, что решение о выборе подходящего помещения принималось в совместной работе с кураторами из Кубанского государственного университета. Отработали идеальное место, по их мнению, для перепрофилирования коечного фонда. Это отдельно стоящее здание. Здесь отдельные входы. В данном учреждении можно обеспечить безопасность как для медицинских работников, так и для пациентов, чтобы не было перекрестного заражения. Как пояснил исполняющий обязанности главного врача первой городской больницы Андрей Косиченков, принять это непопулярное решение пришлось из-за того, что в этом здании имеется все необходимое для переоборудования его в инфекционный госпиталь. В этом здании имеется подводка кислорода и, возможно, организация палаты интенсивной терапии для больных, которые находятся в достаточно серьезном состоянии. Было заведено необходимое оборудование, были приняты необходимые меры. Да, это все, конечно, делалось достаточно быстро, оперативно. Коллеги и сотрудники наши затратили много энергии на это все. Но результат вы видите, что в течение двух дней госпиталь развернут. В отделении уже развернуто 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, завезены необходимые лекарства. Прием пациентов вместо травматологического отделения будет осуществляться в хирургическом. Директор Департамента здравоохранения заверил, что на новом месте медицинским работникам будут обеспечены все необходимые условия. Новый инфекционный госпиталь будет рассчитан на 110 коек, из них 20 уже заняли больные коронавирусом. Большинство из них сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Отделение травматологии городской больницы номер 1 имени Николая Ивановича Пирогова продолжит работу по профилю. Помощь пациентам с травмами будут оказывать на территории другого отделения больницы, хирургического. Пока в здании, где располагалась травматология, работает госпиталь для больных коронавирусом. Об этом телеканал НТС сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин. Мы развернули койки в травматологическом отделении. Безусловно, при этом травматологическое отделение будет работать. Хочу сказать, это не травмпункт. Травмпункт, где был, там и будет. Это травматологическое отделение. Оно также будет развернуто в первой городской больнице на других площадях. Еще один инфекционный модуль для зараженных коронавирусом построят в Балаклаве, отметил Александр Кулагин. Ожидаем окончание строительства нового модульного корпуса в инфекционной больнице. И начинается строительство еще одного модуля в девятой больнице, для того, чтобы иметь возможность госпитализации. Я очень надеюсь, что нам будет не востребован этот коечный фонд. Вместо укрепления фундамента и каменной кладки прикрыли цементом. Подпорную стену возле здания управления МВД России по Севастополю ремонтируют без согласования с Департаментом архитектуры и градостроительства регионального правительства. Об этом телеканал НТС сообщил депутат местного законодательного собрания Вячеслав Горелов. Напомним, в конце октября на площади восставших у здания управления МВД России по Севастополю была вырублена аллея хвойных деревьев. За сохранность абсолютно здоровых насаждений боролись парламентарии. Но добиться диалога и вынести вопрос на обсуждение с общественностью так и не удалось. В законодательном собрании города Севастополя было совещание. Инициатором этого совещания был руководитель МВД России по городу Севастополю. Мы просили его оставить эти самые пять деревьев, которые находились, как это известно, в хорошем состоянии. Ну и тогда же, во время этого совещания, зашел разговор о состоянии подпорной стенки. Он сообщил нам о том, руководитель МВД сообщил о том, что подпорная стенка находится в состоянии аварийном и необходимо ее ремонтировать. И уже тогда я попросил на этом совещании руководителя МВД России по городу Севастополю согласовать проект ремонта этой стены с архитектурно-художественным советом. Проект ремонта подпорной стены не был рассмотрен архитектурно-художественным советом, отметил Вячеслав Горелов. Однако, каменную кладку рабочие замазали цементом с перспективой облицовки. То есть, по сути дела, обещание, которое было дано руководителям МВД, по каким-то причинам оказалось невыполненным. И, наверное, руководитель МВД знал о том, что у нас в Севастополе подпорные стенки – это одна из таких болевых точек. И мы неоднократно говорим о том, что в приказ номер два Министерства культуры необходимо внести изменения, в соответствии с которыми эти стенки получили бы охранный статус. Вячеслав Горелов назвал еще одну причину, вызывающую беспокойство при косметическом ремонте аварийной подпорной стены. Ведь если эта стена действительно находилась в аварийном состоянии, как говорил руководитель МВД, и он беспокоился о безопасности и здоровье граждан, то тогда возникает вопрос, разве можно ее так ремонтировать? Тогда, как мне казалось, необходимо ее разобрать, устранить те причины, которые привели к появлению этих самых трещин, и уже после этого складывать заново, а не замазывать эти трещины цементом и не делать внешнюю облицовку. В Севастополе начали строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в районе улицы Шевченко. Подрядная организация «Общество с ограниченной ответственностью теплостройсервис» вышла на объект две недели назад. Назначение будущего двухэтажного комплекса – проведение тренировок и спортивных соревнований местного уровня. Старт работ 3 декабря проверил директор Департамента капитального строительства правительства города Иларион Гапецонов. Строители расчищают площадку и готовят котлован для возведения нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Здание разместится рядом с новыми школой и детским садом в районе улицы Шевченко. Глава Департамента капитального строительства правительства Севастополя осмотрел объект и пообщался с представителем подрядчика. На сегодняшний день заключен государственный контракт с компанией «Теплостройсервис». Это зарекомендованный подрядчик, который выбран сейчас по новым условиям единственного поставщика. Контракт заключен на 292,5 миллиона рублей. Как вы уже заметили, ведется разработка котлована. На первом этаже нового двухэтажного центра планируют разместить гардероб, медицинский блок, кафе, универсальный игровой зал с гардеробными, душевыми и санузлами. Площадь будущего комплекса более 3000 квадратных метров. Ну, конечно, все это делается для жителей микрорайона. Будут проводиться соревнования местного уровня. Зал может расположить одновременно 80 человек для занятия спортом и также одновременно 150 зрителей. Очень большое, внушительное парковочное пространство там на 84 машины и 4 автобуса. На счету подрядной организации общества с ограниченной ответственностью теплостройсервис, строительство инженерной школы на проспекте Античный, детского сада Акварель и школы Экотехплюс в районе улицы Шевченко. В принципе, планируем ее реализацию завершить где-то к концу следующего года. Это бурноубивные сваи, металлический каркас там. Ну, в принципе, сложного ничего не видим в этом объекте. Графика, производство работы, которое согласовано с заказчиком. Планируем где-то в сентябре месяце, в следующий год строительно-монтажную работу завершить и где-то в течение трех месяцев сдать объект. По словам подрядчиков, в пиковый период строительства на объекте будут трудиться 150 человек. В планах преобразить и территорию вокруг комплекса. По проекту здесь появятся и тротуарные дорожки, и площадки для отдыха, и спортивные площадки с резиновым покрытием. Согласно контракту, завершить строительство должны в феврале 2022 года. Дарья Юхновская, Денис Александрович, Севенформбюро. Подошел к концу ремонт сквера севастопольских курсантов. Все строительные и монтажные работы завершены. В настоящее время идет приемка выполненных объемов. Чиновники планируют открыть обновленное общественное пространство уже на следующей неделе. О том, что ждет севастопольцев в новом сквере, смотрите в нашем сюжете. Долгожданный ремонт сквера севастопольских курсантов подошел к концу. Все работы по проекту благоустройства завершены. Тропинки вымощены тротуарной плиткой, установлены детская и спортивные площадки, смонтирована система уличного освещения. На территории сквера появились скамейки и другая парковая мебель. В настоящий момент как раз идет приемка выполненных работ. То есть все, сквер готов полностью к эксплуатации, к встрече гостей. На следующей неделе мы планируем его открытие. То есть сейчас идет комиссионное обследование всех выполненных работ. То есть это и освещение, это покрытие, это установка новых комплексов. То есть комплексное благоустройство всего. То есть поэтому сейчас закончим эти все мероприятия и откроем уже данный сквер для жителей нашего города. Стоимость реконструкции 109 миллионов рублей. Особое внимание в процессе благоустройства уделено озеленению территории сквера. Часть зеленых насаждений, да, это и севастопольских питомников, но очень много импортного посадочного материала высажено. Ну, раньше планировалось высадить порядка 46 лиственных деревьев и 48 хвойных. Вот. По итогу было высажено 46 лиственных и почти 240 хвойных деревьев. Вот. Также высажено около 740 кустарников и около 80 кустарников хвойных. Реконструкцию сквера севастопольских курсантов должны были закончить к началу сентября. Для многих жителей окрестных домов открытие общественного пространства стало долгожданным событием. Сквер мне очень понравился. Очень. Ну, я просто вот, вот мне лично вот очень понравилось. Нет вот никаких замечаний. Наоборот, я как-то очень благодарна всем, кто принимал участие в его вот реконструкции. После официального открытия за сквером будут ухаживать специалисты ГБУ парки и скверы. На территории общественного пространства, это более 4 гектаров, будет установлена современная система видеонаблюдения. Ксения Багинская, Николай Кузнецов, Александр Устич, Севинформбюро. Их подвиг не забыт, но имена утеряны. Севастополь почтил память советских и российских бойцов, павших при исполнении воинского и служебного долга. В День неизвестного солдата первые лица города возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и почтили память ушедших из жизни героев минутой молчания. Напомним, День неизвестного солдата был учрежден в 2014 году. Он отмечается 3 декабря. В селе Красный Мак Бахчисарайского района прошла акция, приуроченная ко Дню неизвестного солдата. Памятная дата ежегодно отмечается в России 3 декабря. В этот день в разных городах страны проводятся церемонии возложения венков, а в школах уроки мужества. 2 декабря патриотическую акцию организовали сельская администрация и объединение «Крым-Севастополь-Поиск». Сегодня у нас акция посвящена Дню неизвестного солдата. Проводится она у нас на братской могиле в селе Красный Мак. Мы чтим память наших дедов, которые защищали нашу родину. И мы гордимся этим, что мы живем в такой стране. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Именно эта надпись высечена на мемориале неизвестному солдату в Москве. В Красном Маке звучат песни военных лет и звенит минута молчания. 2 декабря пронзительную фразу о героизме неизвестного солдата вспоминают не только взрослые. Несколько учеников холмовской школы возложили венки к братской могиле и вспомнили события Великой Отечественной войны. В школе с марта функционирует музей боевой славы. В экспозиции минометы, каски, подлинные агитационные немецкие листовки, благодарности труженикам тыла, а также групповая фотография ветеранов села, сделанная в 1970-х годах. И портреты героев-севастопольцев. Экскурсии в музее ребята проводят самостоятельно, поэтому хорошо знают о великом подвиге своих предков. Ну а к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова